Соперник был на пятом месте в рейтинге в UFC. Я думаю, что я провел очень хороший бой. Я доволен своим боем. И вообще, вся десятка легкого веса, им тяжело будет со мной, если они не научатся бороться. Нет, я говорил между каждым раундом, я говорил с Дэной, сказал им, эй, после этого боя не шли мне свои паршивые фейковые контракты. Шли реальный контракт, я хочу побить твоего сынка. И он мне отвечал, типа, этот бой закончи. Я ему говорю, не беспокойся, ты знаешь, что я уже все заслужил. Я говорил с ним после первого раунда, после второго раунда, после окончания поединка. Но я знаю, что Дану и Конора интересует трэш-токинг. Но я говорю реальные вещи. Так что мне надо разобраться с этими двумя болтунами. Я хочу оставаться скромным, но мне придется говорить, потому что ваш парень слишком много болтает. И знаете, что самое интересное? Я понимаю, насколько сильна пиар-машина UFC. Ваш парень в начале года постучал, как цыпленок. В конце года бьется за титул. Сумасшествие. Вы сами знаете, ребят. Это правда. Это не трэш-токинг. Эй, ребят. Население Ирландии 6 миллионов. Население России 150 миллионов. Я хочу биться с вашим цыпленком, потому что это самый простой бой в легком дивизионе. У меня есть вопрос для тебя. Ты один из лучших аналитиков в спорте. Ты все знаешь. Ты 20 лет уже в ММА. Что ты думаешь, я заслуживаю титулника или нет? Прошу, скажи им. Несомненно, заслуживаешь. Тогда погнали, побьемся с цыпленком. Если ты хочешь найти меня, пожалуйста, просто скинь мне адрес. Скинь мне адрес. Знаете, конечно, я боец UFC, и многие люди следят за мной. Я должен подавать идеальный пример. Но идеальных людей не бывает. И когда такой же боец UFC начинает гнать на меня и пытается создать конфликт, 100% я буду отвечать ему. Неважно, с кем. Если ты готов, если ты хочешь быть чемпионом, как можно говорить, ой, это стилистически другой оппонент. Хоть прямо сейчас UFC могут дать мне оппонента, и я побьюсь. Прямо сейчас дайте мне 30 минут отдохнуть, чуть попить воды, знаете. Подумать, отцу позвонить. Позвонить отцу, с ним кое-какие моменты обсудить, где я допустил ошибки. Думаю, я чуть переборщил с Джебом. Знаете, и... Дайте мне 30 минут, и я готов биться хоть с кем. Тони, Коннор, без разницы. Может, с DC, без разницы. Ты бился с мелкими парнями в полулегком дивизионе. И даже там те, у кого была нормальная борьба, доставили тебе проблем. Чего ты говоришь? Борьба у тебя нулевая, грэплинг у тебя нулевой. Я разнесу тебя. Я думаю, я утомлю его, и после буду играться. Потому что, когда он устает, он всегда сдается. Он не вывозит. Он даже в бокс перешел, и даже там умудрился сдаться. Понимаете? Он уже сдавался. Четыре раза стучал. Пятый раз для него не проблема, потому что денег у него достаточно. Мотивации у него нет. Его наследие – это деньги. Мое наследие – крушить. Разнести его. Вот мое наследие. Я говорил вам, ребят, не только он, вся его команда, он сам, они тап-машины. Я говорил вам, они сталкиваются с трудностями, издаются. Знаете, что было сегодня? Я просто хочу крушить людей. Вот что я хочу делать. Неважно, Дастин это, Тони или другой оппонент. Неважно, я выхожу в клетку и разношу соперников. Всю свою жизнь. 27-0. Люди говорят о его серии из 6 побед. Как вам серия из 27 побед? Притом 11, 11 лет я непобежденный. И, знаете, я не собираюсь недооценивать этого парня. Я знаю, что это серьезный вызов, но он не на моем уровне. Почему я надел его футболку? Я знаю, что Дастин занимается благотворительностью. Ребят, я обязательно продам эту футболку и все вырученные деньги отправлю Дастину Пори. Вот что я хочу сделать. И знаете, почему между нами было такое уважение до боя? Потому что мой предыдущий бой был против этого болтуна, куча всего сумасшедшего было, но я хотел забыть обо всем этом. Мы показали, на чем строится ММА. В ММА самое главное – это уважение. Когда ты приходишь в зал, первое, чему тебя учат тренеры и все остальные, это то, что нужно уважать зал, уважать одноклубников, тренеров. Ты должен поддерживать зал в чистоте и так далее. Все строится на уважении. В ММА главное – нет рэштокинг. Понимаете, именно это мы показали с Дастином Пори и его великой командой. Я считаю, что мы должны побиться. И, знаете, я считаю, он заслужил этот шанс. Он настоящий претендент. Я уважаю его навыки. Но, знаете, как боец он очень хорош, но люди не любят его, потому что он какой-то туповатый. Знаете, никто его не понимает. Честно, он выглядит даже как-то по-идиотски, поэтому его никто не любит. Но как боец, конечно, он очень хорош. Победитель нашего боя станет величайшим легковесом в истории. И я верю в себя, я верю в свои навыки. Но есть один момент, который меня немного расстраивает. Это то, что он уже староват. Эй, эй, очки! В уличном бою я съем тебя. Ты понял? Кто ты такой? Где ты дрался? Ты американец. В Америке запрещено драться на улицах.